Леонора Язерская 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 А на этом месте первый белорусский дом модели. А те потрясающие красивые пальтишки, платьица, которые на меня шили в этом доме модели, мне потом мама выкупала. Так что можно сказать, я прямо с горшка на работу. Ну, было это всего каких-то там 55-57 лет назад. Сведомость и посведомость самобытного столичного ваканалуца Сергея Пукста выдаюсь нам картинку Менску андеграунду, где на 20 квадратных метро-кватеры приходится 40 центнеров у людей и музычная аппаратура. Было это не так давно, но при конце 90-х. В Минске кишела культурная жизнь, единственное, что она практически ни в афишах, ни на столбах, нигде не проявлялась. То есть она кишела в мире квартирных концертов. Мы находимся на улице Интернациональная, про здоровье от кинотеатра Победа. Сейчас мы пойдем в одно из очагов андеграундной культуры города того времени, которое владельцем квартиры был и является сейчас небезызвестный Дмитрий Воробьев, который в 90-е годы был одним из главных, так скажем, андеграундных промоутеров, если так можно назвать, человека, который вместо того, чтобы вытягивать человека наверх, наоборот, на самом деле, затягивал его вглубь. Количество людей, которые перебывали у него на квартире, вряд ли поддается сейчас какому-либо описанию. Тот контакт с публикой, который был лично у меня, у меня не было никогда, ни до, ни после, когда сидело фактически 35 человек в очень маленькой комнатушке. И ты понимал, что на самом деле вот он момент истины. Приезжали люди из разных городов и даже из разных стран. Лично я помню выступление немецкой джаз-коровой команды, целой команды, группы из трех человек, которая играла на полноценном аппарате. Однако нам пора уже, я думаю, потревожить хозяина, Дмитрия Воробьева, который проживает здесь, вот в этом замечательном и, можно сказать, легендарном месте. Чего-то не отвечает никто. Блин, открыто было. Я прошу прощения. Привет. Что-то не открывается. Вот. Дима Воробьев, хозяин этого легендарного места. Сейчас, секунду. Вот. И вот на самом деле все это происходило вот здесь. То есть, вот здесь располагалась сцена импровизированная. И, наверное, из тех вещей, которые находились там, здесь уже только шкаф остался, да? Все находится здесь. Все находится здесь? Кроме того, что диван новый, вот старый диван еще пока не украли. В остальное так и было. А сколько здесь людей вообще в самое большое, максимальное количество набиралось? 50. Да, 50 человек. Дмитрий до сих пор руководит группой. И вот сейчас мы присутствуем на процессе. Можно снимать? А вот. В процессе. Да, на рабочем процессе репетиции группы «Механические апельсины». Они готовят свой акустический альбом. Можем даже сыграть. Три и четыре. Народ на этой кухне располагался на перепурах. Как правило, мероприятия разбивались на несколько артов. Здесь вот набивалось до 17 человек. Сколько это хоть невероятно звучит, но здесь вот человек 17 могут быть одновременно. Иногда даже были серии каких-то концертов, которые проводились как раз в наделах, то есть индулярных. Самая большая серия длилась, наверное, на полной годы. Это были не просто концерты, а творческие вечера. То есть народ сидел впритык в лоб исполнялся. В общем, было самое живое такое общение. Ну, так скажем, может быть, ну, есть такая ностальгия по более сосредоточенному времени, чем сейчас. Связано ли это с мобильниками, я не знаю, но... Ну, в общем, это известно, если из этой или из этой, наверное, опера, то есть. Мобильник такой артефакт, определенный. То есть я даже не вижу еще, в принципе. Ну, да. Это артефакт. Который можно, в принципе, не использовать, но главное, чтобы он был.